Такой компанией они дежурят в районе Ленинградской, 42, каждый вечер. И вовсе не потому, что делать нечего. Добрая цель объединяет автомобилистов. Третью неделю они собирают благотворительный груз для реабилитационного центра в Красном Яре. Знал я от наших членов клуба, то есть решили ребята собирать вещи для детдома, для малообеспеченных детей. У самого тоже ребенок маленький, вырос, вещи девать некуда. Ну то есть решили таким способом помочь, почему бы и нет. В Уссурийске официально зарегистрировано 12 автомобильных клубов. Организаторы этой акции – Аксела Клуб. Объединение существует с ноября и насчитывает 50 обладателей машин этой марки. Мы практически каждый день встречаемся, приглашаем всех кофе попить, обсудить проблемы. Допустим, есть ли какие-то неполадки в машине, то есть мы как можем, тем поможем. То есть заглянем под капот, дадим инструмент. Подобную акцию в прошлом году проводили автолюбители из Владивостока. Уссурийцы принимали активное участие. В этот раз решили, что могут сами помочь и взялись за дело. В этом хранилище уйма пакетов. Все для детворы из реабилитационного центра. Автомобилисты несут вещи, постельные принадлежности, игрушки. Нам очень много принесли всяких таких игрушек, как пазлы, вот такие вот развивающие игры для детей. И еще нам отдали DVD-плеер с очень многими дисками. Для деточек очень много мультиков, сказки там. 23 апреля колония МАСТ отправится в Красный Яр. Автомобилисты повезут груз детям. А попутно проведут в реабилитационном центре «Субботник». Мы ведем уборку, уберем там все листья, мусор, грязь, покрасим, что нужно. Внутри самого центра там что силами сделаем, восстановим там парты, столы, диваны. Принять участие в благом деле может каждый, даже те, кто ходит пешком. До конца этой недели автолюбители будут дежурить на Ленинградской, напротив спортмастера, с 8 до 10 часов вечера. Ольга Муравьева, Анатолий Молчанов, Телемикс.